Мир вам, братья и сестры! Мы сейчас слышали слово, которое, я думаю, вдохновило кого-то из нас, чья молитвенная жизнь стала угасать, снова и снова искать Господа и знать, что ищущий находит. Я хочу сегодня задать такой вопрос нам всем, и в этих размышлениях, в этой проповеди пытаться на него ответить. Почему жизнь, духовная жизнь внутри верующего человека угасает, даже когда он не грешит и молится, и читает Библию, и ходит в собрание? Брат мой, родной мой брат Валера, он приготовил дорогу для того, чтобы мы задали себе вопрос по поводу нашей молитвенной жизни. А может быть, еще кто-то здесь есть такой и говорит, «Я не знаю, почему я делаю все как надо, делаю все правильно, но чувствую, что жизнь внутри меня гаснет». Может быть, мы наблюдаем такое за нашими ближними, когда кажется, что все как раньше, но что-то уже не так. И это очень важный вопрос, потому что после этого начинаются очень разрушительные процессы в жизни человека, у которого Божий огонь в сердце угас. Как узнать, что человек живет? Как узнать, что жизнь Божия продолжает находиться и развиваться внутри меня? Первый признак – это желание добра. Человек желает видеть Господа, желает переживать Господа, желает делать добро, желает узнавать хорошее. Второе – это сила делать доброе. Человек не только желает, но чувствует, что у него получается сделать то, что он пожелал. И третий признак жизни – это сожаление о том, когда я делаю что-то неправильно. И когда у человека есть желание доброго, есть дело доброе, есть сожаление о том, что сделано что-то не так, мы смотрим на этого человека и понимаем, что перед нами не пустой склеп, перед нами не могила, перед нами живой человек. Когда-то он плачет, когда-то он радуется, когда-то он сильно печалится, когда-то он находится в восторге, перед нами живой человек. В жизни апостола Павла внутри была такая сильная, мощная сила, энергия, когда написано в одном месте, он говорит «Я весьма радуюсь о вас», а в другом месте говорит «Непрестанная печаль, сильная мука моему сердцу». Когда мы говорим о христианской жизни, мы не говорим о том, что внутри лишь приятные переживания, может быть и очень скорбные переживания, но главное – там есть жизнь. И когда я иногда спрашиваю верующих людей, находясь в общении, я говорю «Какое самое неприятное чувство, которое вы испытывали?» И разные называют люди вещи, но обычно мы сходимся на том, что самое неприятное чувство – это отсутствие чувств. то, что называется апатией, то, что сегодня, к сожалению, родители, верующие родители очень часто наблюдают в своих детях, глядя на них, как они сидят и слушают собрания, и чувствуя, что сейчас им здесь абсолютно неинтересно. Когда мы собираем нашу семью на вечернюю молитву и видим, что дети ждут, когда же наконец-то произнесутся эти заветные слова «Унзе фата». И хотя они не сделали еще никакого зла, хотя они не сделали ничего плохого, от них нет запаха дыма, алкоголя, они не связались с плохой компанией, но мы уже тревожимся, почему мы не видим жизни внутри наших детей. У них ухоженные тела, у них сытые желудки, у них здоровая плоть, но нет жизни внутри. И можно было бы об этом не беспокоиться, если бы у этого не были бы страшные последствия. Смотрите, как жила Каримская Церковь, как апостол Павел увидел в них эту жизнь. 2 Коринфянам 7 глава 11 стих. Написано «То самое, что вы опечалились ради Бога. Смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Обратите внимание на то, как выглядела внутренность каримских христиан. У них не все было просто. У них были большие сложности. Но Павел смотрел на то, что происходит в них, когда они узнают о том, что они сделали что-то не так. Они стоят как-то неправильно перед Богом, и как живо внутренность их реагирует на происходящее. И Павел говорит «По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Когда есть жизнь, тогда приходит чистота. Но если есть чистота и нет жизни, скоро будет грязь. И когда сегодня брат говорил о молитве, знаете, это самое первое, и хорошо, что прозвучала эта тема, потому что я хотел говорить о других моментах. Но когда верующий человек приходит к служителю и говорит «Я не знаю, в моей жизни что-то происходит нехорошее». И начинает перечислять какие-то свои сложности, неприятности. И служитель говорит «Может быть это, может быть то, может быть другое». И тогда говорят «Может быть поставить нужду перед Богом, и пусть пророк откроет, что со мной происходит». И иногда служитель говорит «Слушай, а ты молишься дома?» «Нет». «А ты Библию читаешь?» «Нет». «О чем мы толкуем сейчас?» Когда автомобиль заглох и не едет дальше, некоторые очень умные водители начинают открывать капот, искать причину, пинать по колесу, протирать стекла, делать что-то сложной манипуляции, вызывают кого-то, кто тащит их на буксире, забыли посмотреть «Может быть кончился бензин». И такое действительно происходит у водителей. Его увозят на эвакуаторе, а все было в том, что закончился бензин. Иногда первопричина угасающей жизни внутри нас лежит на поверхности. В одном месте, когда встречали царя, в городе обязательно должен был звенеть колокол. И это было проявлением уважения почести к царю. В один город приехал царь, и колокол не звучит. Он вызывает главного человека, вызывает мэра этого города и говорит, «Почему не встречают меня с колоколом?» И мэр отвечает и говорит, «18 причин, почему мы не встречаем вас с колоколом». Он говорит, «Назови первую». Он говорит, «Нет колокола». 17 остальных можешь не называть. И вы знаете, когда сегодня я задаю этот вопрос, как основу своей проповеди сейчас, «Почему гаснет у меня жизнь внутри?» Я повторяю, я подразумеваю, что это первая причина отсутствует. Я обращаюсь к людям, которые молятся, которые читают Слово Божие, которые не оставляют собрания своего и которые в жизни своей не имеют скрытого греха. Если в нашей жизни скрытый грех, если Библия пылится, в собрании мы бываем раз в месяц, не нужно озадачиваться, почему мы угасли, потому что Иисус сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И когда я оказываюсь вне той сильной церкви, врата ада могут одолеть меня. Иисус говорит, «Вы сильны, потому что Слово Его пребывает в вас. Если Слово не пребывает во мне, я буду обязательно слабеть». Но давайте мы посмотрим на такой сложный случай, когда вроде бы все в порядке, и вроде бы я делаю все так, как надо. И если в моей жизни есть грех, я каюсь в нем. И я беру в руки Священное Писание, и я хожу почти на все собрания среди недели, но что-то происходит внутри меня такое, что превращает мою внутренность в пустыню. Некогда цветущий сад, некогда у меня бурлило внутри. И как рассказывали сегодня сестра, три часа в собрании, где разбор Слова, и ей так понравилось, и она не устала, и мы слушаем и вспоминаем себя таких. А сейчас, когда уже 38, и надо уже скорее бежать домой, и еще на две минуты задержали, я понимаю, что-то, что-то происходит со мной по-другому. Давайте мы попробуем ответить на этот вопрос, потому что я в свое время был действительно озадачен, когда апатия приходит в жизнь, или как в русском языке есть другое подходящее слово «уныние», этот словарь русский говорит об этом слове «уныние» как отсутствие желания делать добро. Когда я узнал эту формулировку, я полностью с ней согласился, потому что унывающий человек очень хорошо делает зло. У него очень хорошо получается говорить злые слова и делать злые дела. Но унывающий человек – это человек, в котором умерла добрая жизнь, добрые движения. Я посмотрю, как у нас получится по времени. Я хотел бы обратить на некоторую часть таких причин, может быть, только на одну. Я обращу внимание на то, как у нас будет идти время. Первая причина, на мой взгляд, самая главная, ключевая – это эгоцентричная жизнь, или, проще говоря, жизнь для себя. Второе Коринфянам, пятая глава, пятнадцатый стих. Как-то я много лет не обращал внимания на суть этих слов. Когда мы говорим о жертве Христа, когда мы говорим о Голговском кресте, мы обычно говорим о том, что Иисус умер, потому что мы грешили, и умер, чтобы мы не грешили. Но посмотрите, о чем говорит этот текст. Второе Коринфянам, пять, пятнадцать. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Есть еще причина, почему Иисус умер на кресте. Кроме той, чтобы освободить нас от греха, Он еще пришел освободить нас от жизни для себя. Чем отличается греховная жизнь от эгоцентричной жизни? В эгоцентричной жизни человек может не совершать неправильных, греховных поступков. Он может не красть, он может почитать отца и мать, не прелюбодействовать и при всем этом оставаться в центре своей собственной жизни. Это очень хорошо видно на примере одного человека, который подошел к Иисусу и задал вопрос о жизни. Он хотел жизнь вечную. Может быть, этот человек, который некоторые Евангелия называют молодым, чувствовал, что иногда в нем что-то пробуждается и потом гаснет, пробуждается и потом гаснет, появляется и исчезает. И Он говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь, которая не прекращающаяся, которая вечная, которая непрестанная. И Иисус начинает с первой причины пропавшего колокола. Он говорит, ты же читаешь закон. И вдруг обнаруживается человек, который исполняет заповеди. И мы получаем необычный случай. Заповеди исполнены, а жизни нет. И тогда Иисус, этого положительного человека, ведет на второй этап. и хочет стать главой в жизни этого человека. И начать ему показывать, куда идти, что делать и что говорить. И говорит, знаешь что, тебе кое-чего не достает. Грех в своей жизни ты худо-бедно оставил. С этим у тебя в принципе в порядке. Второе. Теперь тебе нужно спуститься с трона твоей жизни и пустить туда меня. Мы можем даже быть честными для того, чтобы нас не посадили в тюрьму. Чтобы у нас шел бизнес и когда придет налоговая инспекция, нас бы проверили и наш бизнес не закрыли. Мы можем быть почитателями отца и матери, чтобы жить долго. Потому что Библия говорит, кто почитает отца и мать, будет жить долго. И знаете, как я называю исполнение заповедей Божьих? Это самый здоровый эгоизм. Некоторые люди, когда делают то, что говорит Священное Писание, они потом приходят к Богу и говорят, Господи, теперь ты меня благослови. Я исполнил все заповеди. Это то же самое, что человек скажет, Господи, я молодец, я не прыгал в огонь, я не прыгал в воду, я не колол себя ножом, я не прыгал с 13 этажа. Господи, благослови меня. Бог говорит, ну ты это все делал для того, чтобы тебе было хорошо. В Библии так и написано, соблюдай законы, чтобы кому? Тебе было хорошо. Грех разрушает нашу собственную жизнь. И сегодня на этом месте много свидетелей того, как нам было дурно от того, что мы совершали грех. И когда мы перестали грешить, мы сделали хорошо по себе. И поэтому Священное Писание говорит, если мы хотим иметь жизнь внутри себя, нам нужно еще от моральной чистоты сделать еще шаг. Нам нужно, чтобы Иисус стал управлять нашей жизнью как личность. Вы все знаете эту, может быть, назвать ее шокирующей притчу о том, как бес выходит из человека и написано, ходит по безводным местам ища покоя и не находя возвращается. И что он там находит? Находит человека, которого сердце написано подобно, сейчас я скажу этот текст, если я его найду, Матфея 12 глава 44. Домом здесь называется человек, потому что Дух, любой Дух не может иметь покоя без тела окончательного. И Бог даже говорит, кто построит дом для меня и где место покоя моего. И мы Церковь, тело Христа. Мы место покоя для нашего Господа. Наш человеческий Дух, когда мы умираем, поднимается в небо и ждет, когда Бог воскресит тело и снова соединит Дух с телом, потому что нет полноценного покоя Духу без тела. И нечистый Дух написано, когда выходит им очень плохо. Когда Иисус изгонял легион бесов, они говорят, хоть в свиные, но пошли нас, пожалуйста, в тела. Это Дух без тела, как бездомное существо. И смотрите, был изгнан бес, ушел из жизни грех, ушло рабство, и потом Дух ходит, ходит, и никто его не пускает. Никто не занимается колдовством, оккультизмом, никто не хочет служить сатане, и думает, дай-ка схожу, где раньше жил. И приходит, и смотрите, что обнаруживает, дом не занятый, выметенный и убранный, то есть украшенный. чистота и красота. И почему-то он берет потом с собой семь друзей, которые хуже его в сто раз, вселяются в эту квартиру, и все становится очень плохо. В чем причина? В первом прилагательном дом не занятый, очищенный, но не возглавленный, очищенный неприбранный дом, но в который не вошел хозяин. На этот крючок попадается огромное количество прощенных, омытых кровью Иисуса Христа, освобожденных Духом Святым, силой Святого Духа людей, которые говорят, теперь здорово, я не пью, не курю, не колюсь, я не сквернословлю, мне не надо прелюбодействовать, вот теперь поживем. И мы смотрим потом на этого человека, первое время он радовался и рассказывал нам и показывал свои руки и говорил, знаете, все имущество ушло в эти вены, я весь прокололся и мы видели жизнь в этом человеке, но потом мы не узнаем этого человека, почему от греха освободился Христу не подчинился. И это крайне важный момент, потому что Священное Писание, прочитающее текст Марков 4 глава 21 стих. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Представим себе, что свеча живая и какая может быть причина для свечи закрыться посудиной. Если бы свеча была человеком, то причина была бы следующей. Всем не посветишь, всех не обогреешь, самому мало. И закрывается свечка, чтобы все тепло и весь свет был с ней. Нече всем светить. А итог? По законам физики, когда сосудом закрывается свеча, что происходит с ней? Она гаснет. когда мы не хотим, чтобы наша жизнь была жизнью для других, когда мы хотим, чтобы наш ресурс, наши таланты, наша сила, наши возможности все работало для нас, эта жизнь закрытая колпаком и неизменно приведет человека к угасанию. И очень хороший пример есть в Библии, когда говорится о том, помните, случае, избитый человек лежит на дороге и проходят мимо него священники. Проходит левит, а самарянин останавливается и помогает ему. Очень интересно один человек показал три группы людей в этой истории. Он говорит, преступники это люди, которые живут по принципу все твое мое. Фарисей это человек, вернее, священники и левиты это люди, которые живут по принципу все мое мое. Я твое не возьму, но свое тебе не отдам. Самарянин это человек, который живет по принципу все мое твое. И вы знаете, как часто оказывается, что мы, будучи уже верующими людьми, успокаиваемся в тем, что мы не избили этого человека. Не мы причина его бед. Наши руки не запятнаны кровью. У нас нет ни одного украденного цента. все замечательно, но непонятно, почему гаснет жизнь внутри. Здорово, что ты ничего не взял. Плохо, что ничего не отдал. Плохо, что твоей жизнью никто не мог воспользоваться, что никого ты не обогрел, никому не показал дорогу, ни для кого не пожертвовал минуткой, ни для кого ты не досыпал, ни для кого не мерз, ни для кого не нес потери. невозможно хранить жизнь внутри себя, закрывшись колпаком от других. Я не знаю, как у вас здесь происходит в стране, наверное, у вас тут с этим делом немножко получше, но вы знаете, когда у нас опустошается какой-то водоем, он сразу же превращается в помойку. Еще у нас раньше были на улице такие фонтанчики, из которых пьют, и когда не было воды в этом фонтанчике, он сразу становился местом, куда бросали фантики, окурки и всяческий мусор. Я не знаю, так у вас или нет. Может быть, у вас фонтанчики не ломаются, может быть, у вас водоемы не сохнут, я не знаю, может, что происходит, но у нас сразу же нет воды, есть мусор. Как только я перестаю исполнять свое назначение, служить другим, когда моя жизнь перестает быть средством помощи другому человеку, братья и сестры, я превращаюсь в помойку. Грех приходит. В Библии написано «Если не делаешь доброго», что происходит, братья и сестры, кто помнит? У дверей грех лежит. Я просто перестал делать добро, и грех чувствует, что он может приблизиться ко мне на опасное расстояние. Недавно, когда я размышлял над этим вопросом, знаете, я понял одну вещь, я наблюдал за своей молитвенной жизнью. Молитва в молитве рознь. Есть причина, почему и молитва теряет жизнь. Я наблюдал так и смотрел, когда я встаю на колени и произношу слова, и вижу, что нет жизни в моей молитве. И потом я думать стал о том, о чем моя молитва, это в основном был в центре молитвы я. Мы такие люди, что мы везде впихиваем себя. И знаете, что я стал делать? Я стал молиться о других людях. Я и раньше это делал, но я и делал так, Боже, благослови церковь, благослови город, обрати родственников, аминь. А тут я стал называть имена. Перед моими глазами были конкретные люди с конкретными проблемами, и я стал называть их имена и молиться по их нужде. Один человек, второй человек, третий человек. Вы знаете, я стал чувствовать, как молитва стала преображаться. Просто потому, что из центра моей жизни в этой молитве я отодвинул себя в сторону. И Библия говорит, трудящемуся должно первому вкусить от плода. Человек, который работает на ферме, работает в огороде, кто работал в огороде, знаете, это ощущение, когда вы берете первую ягоду. Лето. Вы огородник, у меня огородник дома жена. Я выхожу туда по просьбе, мне конкретно рисуют участок, вскопать, перенести, приколотить, это все, что я понимаю в этом огороде. Моя жена знает сорта, название, время, сроки, семена, места, все это. И вы знаете, она, она первая, вот для нее вот эта ягода, я прохожу смородину, смородину, Виктория, Виктория, совсем другое ощущение имеет она. Я наемник там просто. И вот вы знаете, почему оказывается некоторые в церкви у них глаза постоянно вспыхивают, что-нибудь происходит, они вспыхивают, то плачут, то смеются, то радуются, то печалятся. Почему жизнь? Потому что они в числе трудящихся. И однажды у нас один человек спустился в люк, в колодец, да, он спустился в колодец, а там скопились опасные газы. Это наш дорогой брат во Христе, много лет член церкви, пошел что-то ремонтировать, и он отравился. И он несколько часов находился в таком судорожном движении, без сознания, он сильно отравился этими ядами. Было очень страшно это смотреть. Вызвали скорую, мы очень много молились, и вы знаете, вижу так, сижу в собрании, в хоре, и смотрю по балкону, идет его жена, подходит к одной из сестер, и что-то шепчет. И вижу таз, улыбается, и слезы текут по глазам. И я понял, Бог услышал наши молитвы. Он пришел в сознание, значит, и сегодня абсолютно здоровый, полноценный, хотя шансов, я думаю, что было очень мало, и я просто в то время, знаете, как ясно ощутил, вот это участие в молитве, когда ты ходатайствуешь, когда ты молишься, когда ты переживаешь, и потом Бог посылает ответ, вот она жизнь. Но сотни других людей ничего в этот день не пережили, братья и сестры. Ничего. Они сказали, это был обычный день. Ничего не произошло. Я хотел бы видеть Бога, я хотел бы знать Бога, я хотел бы переживать Его присутствие, но этого нет. Почему? Ты не в числе людей, которые надоумились бы помолиться за другого, не только за себя. Недавно одна сестра у нас проходила первый курс, по-моему, химиотерапии. Это ужасная вещь, это очень тяжелая вещь, и когда молился, я вспомнил о ней, и так Бог, вы знаете, дал просто, я думаю, что это было даже, это не мое, просто Бог дал такие чувствования, я молился, я так хотел, чтобы после этого курса ей не было больно, чтобы ей не было плохо, и я молился, вы знаете, мои дети вообще-то не имеют привычки присоединяться ко мне в моих молитвах, это очень бывает редко, может быть старший подойдет, помолится вместе, но тут пришел младший, они не знали, о чем я молюсь, но что-то просто их привлекло, они стоят и молятся, и долго еще молятся, младший еще не крещеный Духом Святым. Знаете, потом, я приходил через несколько дней, слышу, сестра говорит, братья и сестры, ни боли, ни рвоты, ничего не было, мне рассказывали, какие после этого курса происходят вещи, ничего не было, и вы знаете, я чувствовал, как я вкусил этот плод, как жизнь внутри меня снова вскипела, как зашевелилось что-то внутри меня, и я понял, Боже, вот он, этот путь жизни, думай о другом человеке, молись за другого человека, размышляй, будь частью его бед, будь частью его радостей, вы знаете, время бывает, я ловлю себя на том, я не хвалюсь сейчас, братья и сестры, не хвалюсь, просто хочу сказать, что это работает, это не просто теория, есть время, когда люди говорят, как дела, я говорю, как у тебя, если у тебя все хорошо, мне тоже хорошо, и на самом деле, ты видишь, что человек выбрался из беды, выбрался из миллионных долгов, выбрался из болезни, семья должна была развестись, и теперь сохранилась, и муж и жена смотрят друг на друга с радостью, жизнь превращается в рай, прямо здесь на земле, почему, ну просто убрали колпак, и это не только молитвы, я сейчас не буду проповедовать вам о шпенде, не подозревайте меня ни в чем, но это тоже есть одна конкретная вещь, я очень благодарю Бога, что при том времени, когда еще был подростком, меня научили служить Богу средствами, даже с той стипендии, которую нам давали в училище, я очень благодарю Бога, служить Богу, и бывало время, когда отдавать последнее на миссионерскую поездку, не зная что, на что будешь жить дальше, я благодарю за эти уроки Господа, и вы знаете, оказывается, здесь есть тоже очень важный принцип, кто-то слышал о таком миссионере, его звали Хадсон Тейлор, и он служил в Китае, и рассказывает такой случай, я думаю, что многие что-то для себя возьмут из этого случая, он говорит, однажды я находился дома, у меня было такое непростое положение материальное, и слышу стук в дверь, открывая ребенок, стоит и говорит, пожалуйста, пойдите помолиться за нашу маму, она умирает, он пошел, по дороге узнал, что мама относится к другой конфессии, и говорит, а почему вы не позвали вашего священника, он говорит, у нас нет денег, чтобы позвать нашего священника, он пошел туда, увидел эту больную женщину, увидел такую печальную обстановку в этом доме, начал что-то говорить, утешать, и говорит, чувствую, что нету ничего, нету Бога, и тогда, говорит, я вспомнил, о, молитва никогда не подводила, говорит, я встал на колени, и стал молиться о Божьем присутствии, о Божьем утешении, снова пустота, и говорит, я понял, что Бог добирается до моего кошелька, у него были последние деньги в кармане, и говорит, я достал их, дал этой семье, и на душе стало так легко, как в моем кошельке, и вы знаете, он говорит, утром, когда я ел кашу, последнюю тарелку каши, я не знал, что я буду кушать дальше, ведь днем уже в обед, постучали в дверь, конвертик, с непонятным обратным адресом, и сумма многократно превосходящая, то, что он отдал, знаете, сегодня, когда человек говорит о том, что у меня мало, и я не могу помочь, у человека бывают большие проблемы, и мы смотрим, что наше участие не сделает никакой помощи, не окажет никакого результата, но я вспоминаю библейские случаи, когда Иисус, Елисей говорит, что у тебя есть дома? Маленький сосуд с маслом, Бог, который может делать из ничего, говорит, что у тебя есть, и я помню, как-то на сердце своем, у нас благословляют, когда детей в церкви, собирают пожертвования, у вас может быть так же, я не знаю, я для себя решил, будет такая сумма, а вдруг случилось, что одну неделю благословляют, вторую неделю благословляют, третью неделю благословляют, и это уже для моего бюджета ощутимое, и я в третий раз думаю, что делать, может быть сократить, думаю, ладно, как раньше, через несколько дней, одна сестра подходит и говорит, мы были с ними рядом в очень трудное время, их жизнь, очень трудный период, они переживали, муж у нее уже умер, и говорит, знаете, муж всегда хотел вас отблагодарить, но мы никогда не рассчитывали на это, ни что, ну, она говорит, вот такое было его желание, такое мое желание, и она отдала для моей семьи сумму, в сто раз превосходящее то, что я отдавал на детей, когда это, знаете, не совпадает цифрами там, на 32 раза, в 4, оно может быть как-то засомневаешься, но когда ты видишь вот такую математику, и понимаешь, Бог верен, Бог силен, и когда мы отдаем, жизнь начинает двигаться внутри нас, время, силы, молитвы, здоровье, если мы не научимся служить другому человеку, если в центре нашего внимания не появится другой человек, жизнь, братья и сестры, будет угасать, и в книге Откровения, во второй главе, есть очень удивительные слова, обращение к Ефесской церкви, я когда читал раньше это слово, когда Бог обращается к Ефесской церкви, я вообще не мог понять, в чем претензия к этой церкви, у них все было замечательно, даже то, что мы называем любовью, там вроде бы это и было, любовь на делах, но вы знаете, как Иисус назвал себя там, ходящий посреди золотых семи светильников, а обещание, которое Он дал побеждающему, это вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия, два раза слово посреди, Иисус посреди светильников, и дерево посреди рая Божия, вы знаете, я посмотрел на эти образы и понял, в чем была претензия к Ефесской церкви, почему Иисус не сказал, имею немного против тебя, я бы сказал там немного, по-человечески, потому что греха нет, трудятся, что-то делают эти люди, а Иисус говорит, имею против тебя, когда Он говорит о себе, как о ходящем посреди золотых семи светильников, Он говорит, я Бог, я должен быть в центре вашего внимания, если я ухожу из центра вашего внимания, Бог говорит, если я ухожу из центра твоей жизни, дальше все будет только разрушаться, и Бог говорит, в чьей жизни я остался в центре, в чьей жизни я остался главным, тот будет вкушать самое лучшее от древа жизни, посреди рая Божия, жизнь, древо жизни, самое лучшее, что можно назвать жизнью для того, где Иисус остался в центре. Знаете, эти слова можно по-разному называть, по-разному на это смотреть, но я сегодня хочу помолиться, чтобы каждый честно задал себе вопрос. Я называю Федскую церковь такими словами, все как прежде, но что-то уже не так. Если эти слова относятся сегодня к тебе, ты не видишь то, за что тебя можно отлучить, поставить на замечание, поставить за пределы церкви, все вроде бы как раньше, но что-то потерялось. Я очень хочу помолиться с такими людьми сейчас. Скорее всего, хотя ваш дом выметенный и убранный, хотя в вашей жизни нет греха, но, скорее всего, Иисус перестал быть в центре вашего внимания. Он перестал быть хозяином вашего дома. Ваши решения и ваши действия в жизни уже не проходят в совете с Ним. Ваше главное чувство, ваш главный интерес принадлежит уже не Ему. Кто-то стал главнее, интереснее, любимее и желаннее Господа. Мы сейчас будем молиться, и Бог сказал Эфесской церкви, покаяться в этом. Покаяться в том, что мне неинтересно читать слово, мне неинтересно молиться, мне неинтересно знать Бога, мне неинтересно, как живут мои близкие, мне неинтересно, какое служение у меня в церкви, мне неинтересно, какое место Бог мне определил, Мне неинтересно, какие планы обо мне у него есть. Нам в этом нужно покаяться. Если мы хотим, чтобы жизнь вернулась к нам и к нашим детям. Авраам от Лота отличался тем, это два праведника, Лот праведный и Авраам праведный. От Авраамовых потомков благословение всем народам. У Лота не было будущего. Это был праведный человек, который самостоятельно принимал решения в жизни. Он не советовался с Богом, куда идти. Он был согласен не грешить, но не согласен с тем, что Бог управлял его жизнью. Сегодня, если мы считаем себя праведными людьми, но говорим, я знаю, где поселиться, я знаю, куда пойти, я знаю, чем заняться, я знаю, куда двигаться мне, мы можем однажды обнаружить, что мы-то остались, а детей нет. Потому что только жизнь, Божья жизнь внутри нас передает законы правды будущему поколению. Помолимся Господу.